Всем привет! Меня зовут Нурсултан, Нурсултан Иргешев. Я являюсь фитнес-тренером в фитнес-клубе Change Fitness. Клуб находится в Бишкеке в самом центре. На протяжении 3-4 лет также помогаю людям по состоянию здоровья, заниматься спортом, консультировать их. И исходя из целей помогаю наращивать мышечную массу и также похудеть. Во-первых, когда мы занимаемся спортом, наше тело, наш организм всегда приобретает, ну, всегда в тонусе. То есть не только наши мышцы и внутренний организм. И это очень важно для иммунки, потому что поддержание иммунки зависит из наших активностей. Сколько мы расходуем, сколько мы ходим, сколько мы тренируемся. За счет этого наш организм укрепляется. Например, когда, ну, берем два человека, занимается спортом и не занимаешься спортом. Вероятность вируса, то есть проникнуть в человека, который не занимается, риски большие. А тот, кто занимается спортом, менее. То есть, если даже он заразится либо подхватит вирус, его иммунка будет бороться, как минимум, чтобы внутри организма убить их. То есть сама иммунка будет вырабатываться за счет антител. А того человека шансы будут ну, малые, скажем. Зато за счет того, что он не поддерживал свой иммунитет. Поддерживает иммунитет за счет спорта, за счет физических нагрузок. Независимо, какой вид спорта, например, фитнес-клуб, дзюдо, футбол и еще другие виды, да. То есть вот в чем разница. То есть, ну, логично, чуть будет слабым, да, чем занимаешься спортсменом. Одно из ключевых также, но не только, но мы знаем, что поддерживает иммунитет не только вот физические нагрузки, а еще наше питание. Это самое главное. То есть, первое, мы должны питаться осознанно. Осознанно – это питаться правильно, подбирать нужные продукты. Когда мы подбираем нужные продукты, естественно, там уже идет витаминизация. То есть, когда уже четкий подбор, ты уже знаешь, что ты ешь, какие витамины. И все это в гармонии дополняется. То есть, мы принимаем здоровый ресурс и занимаемся спортом. Естественно, наш иммунитет и наше тело будет укрепленным также физически и также, ну, внутри, таким, что противостоять таким разным вирусам. Бывает, что люди занимаются спортом отдельно, а кушают, что попало, да? Нет. То есть, как вы сказали, всегда должна быть золотая середина. То есть, питание, спорт – вот это гармония. То есть, думаю, тогда будут у человека какие-то результаты и всегда в тонусе. Мои рекомендации от тренера, который, ну, хоть что-то знает по здоровью. Первое – хочу донести до вас, что иммунитет можно укрепить за счет спорта, поддерживать сердечно-сосудистую систему. То есть, таким образом, вы не только будете все тело и организм, а сердце тоже. Как мы знаем, сердце и мозг, и печень – это основные, самые нежные органы наши, да? Мы должны их беречь. И все начинается с этого. Заниматься спортом хотя бы регулярно в неделю три-четыре раза. И уделить этому делу, посвятить прям осознанно 30-40 минут. Также вы можете найти подбор программ в интернете. Их очень много. Но желательно было бы с каким-то с онлайн-коучем, с онлайн-тренером. Либо покупать какие-то марафоны у сертифицированных тренеров, да? То есть, это будет таким путеводитель ваш. ГИС, можно сказать, что вы будете, ну, уже знаете, что делать. Утром встали, позавтракали в определенный колораж, съели, и вы уже тренируетесь. Также поставив телефон или планшет по программе, да, например. И это займет 30-40 минут. И я рекомендую вам это делать регулярно. Таким образом, вы будете укреплять свой иммунитет и улучшать его. И также главное, что мы говорили ранее – это питание. Питание, питание. Потому что мы сами употребляем то, что ненужное. А потом наше тело всегда остается в дефиците витаминов. Витаминов не хватает. Это уже одна причина того, что мы можем подхватить любой вирус. Не только COVID-19. Любой. То есть, обычный простой грипп и так далее, да? Все с этого начинается. Давайте не сугублять ситуацию. И я прям настоятельно рекомендую всех, чтобы вы занимались спортом и любым видом. Уделите своего времени из 24 часа в сутки 30 минут. И вы начнете понимать через две недели, что вы чувствуете себя по-другому, в тонусе, крепче. И вам даже будет чем заниматься дальше. То есть, влюбляться в процесс и так далее, да? Если люди, которые сейчас в данном этапе преодолевают этот вирус, либо какие-то разные симптомы, то этим людям, первое, не рекомендую сразу браться за физическими нагрузками, а рекомендую больше всего профилактикой. Также консультировать со своим семейным врачом, либо также со знакомыми, которые прям хорошо знают о здоровье и профилактику. Профилактика – это дома не говорит о том, что вы сидя, а вы также активны. То есть, принимаете витамины, какие-то назначения врача. И также вы активно прям живете. То есть, вы правильно питаетесь и начинаете постепенно включаться в режим нагрузок. То есть, физических нагрузок, да? Постепенно. Почему нельзя заниматься? Потому что и так у человека иммунитет борется с вирусом, а будет чуть-чуть нелогично, если он будет еще физическим нагрузками. Ему будет тяжело. То есть, нам лучше, первое, заняться профилактикой, а потом уже, как он будет себя чувствовать по самосостоянию человека, он будет переходить на физические нагрузки. Также, как я ранее упоминал, что разные виды, неважно, что там фитнес и так далее, да, йога, медитация, вот это все. То есть, все, что касается здоровья, то есть укрепления своего иммунного системы, они тоже могут заниматься спортом, как я говорил, что локация не имеет значения. Главное, вот это начать, чуть-чуть себя заставить, если у вас предчувствие такое, что мы возвращаемся к первой карантину, да, такой, в рутине. То есть, у всех сейчас такая, что, ну, лень. Это второй карантин и все. Еще хуже мы усугубляем ситуацию. Рекомендую взять себя в руки, чуть-чуть себя заставить, если у вас все хорошо, здоровье позволяет, заниматься также спортом, консультироваться. Сейчас очень много бесплатных консультаций с тренерами, с врачами, да. Особенно наш Кыргызстан проявляет прям народ к народу, прям вот огромную силу, там, вместе мы силы, да. То есть, таким образом возможности мы можем воспользоваться каждый человек, независимо, сколько ему лет, пол и так далее. То есть, здоровье, опять таки, ситуация доказывает, что здоровье-то в первую очередь, да, это настолько важна и цена, да. Когда у тебя есть здоровье, ты можешь абсолютно делать, успевать все. Зарабатывать деньги, отдыхать, не знаю, и так далее. По сути, мы уделяем из 24 часа полчаса-час, это вот, получаем результаты, да. То, что вы живете, зарабатываете, это и есть результат, потому что работоспособность поднимается, вы здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин